Здравствуйте, Булат. Я, Лада Негруль, представляю организацию «Гражданская преемственность. Право, жизнь и достоинство». Хотела спросить, как ваша семья столкнулась с ковидом, кто из нее столкнулся и как это получилось? Всем здравствуйте. Меня зовут Булат Халиуллин. И, собственно, как моя семья столкнулась с ковидом. Мы живем все вместе в одной квартире, мы снимаем жилье. Я, мой брат, жена брата и их годовалая дочь, моя племянница. И, в общем, так получилось, что мой брат начал себя плохо чувствовать. Были симптомы почти как грипп. Где-то температура была где-то под 38. Но он ничего особенного не говорил и только в одни выходные, это было две недели назад, слег. И решил сделать тест, экспресс-тест на антитела и ПЦР. В общем, экспресс-тест у него ничего не показал, но при этом ПЦР в частном центре показал положительный. И, в итоге, его отправили на подтверждение в Роспотребнадзоре. Простите, он платный тест делал? Платный тест, да, платный тест. Естественно, да, собственно, поскольку нужно было срочно делать тест платный. В это время, да, в это время я находился на работе, это был понедельник, 1 декабря. Нет, это был не 1 декабря, это был 30 ноября. В общем, и мне позвонили и сказали, что у старшего брата положительный результат на ПЦР. И, соответственно, я сразу сказал своим коллегам о том, что мне нужно уходить на самоизоляцию, потому что мы вместе с ним живем, и я могу тоже быть, либо заразиться, либо быть уже потенциально зараженным. Вот, значит, мы вызвали врача. На следующий день сначала пришел педиатр, взял мазок у племянницы. Потом он показал 30 минут, где-то через неделю. И пришел уже ближе к вечеру, пришел другой врач, уже взял мазки у нас. И дальше мы ждали результата где-то неделю. Все это время мой брат болел, а я и жена брата чувствовали себя нормально, в общем, как племянница. Он болел дома или в больницу его пришлось... Он болел дома. Но тяжело? Ну, как сказать тяжело? Ну, в общем, у него температура не спадала где-то, наверное, полторы недели, и держался температуру 38,5. Но он болел дома, это было неприятно, и была слабость такая, но еще у него был сухой кашель. То есть получается, что при том, что он был дома, вам удалось всем не заразиться, да? В общем, насчет этого, насчет того, чтобы не заразиться. Наши первоначальные тесты показались отрицательными, но потом, где-то через неделю, жена брата, как она сказала, что у нее пропало обоняние. И поэтому она пришла делать тест заново. Ну, и так же, как и я. Поскольку мои анализы вообще не пришли из поликлиники. Так, их просто не отправили никуда. Поэтому пришлось где-то через неделю после начала карантина делать платный анализ заново, и у меня получилось, что у меня отрицательный анализ. А сегодня, в общем, и как у жены брата. А сегодня я и жена брата съездили в нашу поликлинику, в которой мы прикреплены, и взяли у нас кровь из вены на полный анализ антител. ГИМ. То есть это то, что будем посмотреть, как говорится, вдруг мы без симптома переболели или как-то так. Но просто жена брата опасается, что у нее пропало обоняние. У меня симптомов никаких нет. И тест недельной давности показал, что у меня отрицательный анализ. Булат, скажите, а у брата остались какие-то осложнения? Я так понимаю, что он еще плохо себя чувствует. Остались ли какие-то осложнения после этого? Ну, осложнений я не заметил. Но температура у него сейчас в норме. У него по-прежнему сухой кашель. Но сейчас он чувствует, как будто он переболел гриппом. Такое ощущение у него, по крайней мере. Но он уже на ногах, уже, так сказать, даже сходил на свое место работы пару раз. Скажите, пожалуйста, а КТ ему не делали? Что у него с легкими было? Так, врач ему никому из нас, включая брата, не отправлял на КТ. Никого не отправлял на КТ. В итоге, сколько сатурации легких у него было, где-то 95%. Вот, а что-то было в норме. Поэтому решили, что легкие в порядке, что нет воспаления легких, да? Да, что ему просто, да, целесообразно было переболеть дома. И не ездить, и не делать ни КТ, не ложиться в стационар, ничего. Понятно. Ну вот теперь, поскольку его жена потеряла обоняние, то теперь она опасается, да, что она... Она опасается, да. Ну, это может быть просто какой-то там нос у нее, может быть, забит, может быть и нет. Но мы сейчас посмотрим. Булат, после того, как он лечился и чем он лечился, нет, я не имею в виду название каких-то антибиотиков, но в принципе, какое было лечение, если оно было дома? Какое было лечение? Врач назначил ему антибиотик. Ну, в общем-то, он поначалу даже не хотел его пить, ну, потому что антибиотик от вируса не спасает. Но как только он начал его пить, у него сразу начала спадать температура, как бы, ну, почти сразу. Так что, скорее всего, это было какое-то небольшое воспаление, которое, собственно, антибиотик вылечил. Небольшое какое-то это в организме. А так, в общем-то, лечение было симптоматическое, симптоматическое, симптоматическое. Горячий чай, опять же, и что-то еще, что-то еще. Никакие антималярийные вот эти препараты не... Насколько я помню, нет. Да, мне и жене брата и племяннице тоже ничего не прописывали, хотя у племянницы на некоторое время поднялась температура. Страх был, когда все это случилось? Страх? Ну, небольшой был, опять же, но... Да, скажем так, у меня я переживал у своего брата, вот. Но мы решили довериться врачу о том, что раз стационар не надо ехать, и что с легкими все в порядке, скорее всего, будет легкая форма. Вот, поэтому... Поэтому было уже... Гораздо спокойнее стало, уже после того, как у него температура упала, стал совсем... Какие-то советы у вас есть для тех, кто еще не переболел, и кто бы... Как защищаться и как себя вести? Ну, опять же, носить маски. Это как бы железно там... Ну, дома, естественно, мы маску не носили, когда, собственно, даже несмотря на то, что мы все вместе жили. Вот. Но, опять же, когда вы в общественном транспорте или вообще в любых общественных местах просто носите маску, в принципе, не только от штрафа спасает, но и от вируса тоже, по крайней мере. Ну, что еще можно посоветовать? В общем-то, не впадать в панику, если у вас подположительный ПЦР, потому что нужно еще подтверждение от Роспотребнадзора. Оно может оказаться отрицательным. В общем-то... И, естественно, нужно немедлить и сразу вызывать врача, чтобы уже он смог оценить установку и, соответственно, назначить соответствующее лечение. Нужно вам к КТ или не нужно? И, соответственно, не пренебрегать советами врача, даже если они кажутся вам, может быть, неподходящими, например, тот же антибиотик. Потому что, как бы, люди, мы ученые знаем, что антибиотика в вирусах не помогает, она противобактериальной. Но, тем не менее, значит, раз антибиотик помог, скорее всего, было бы какое-то вторичное заражение. В общем, рекомендации врача исполняется. То есть вы уже верите, что медицина как-то научилась за это время, да, справляя, лечить это? Как бы сказать, медицина в данный момент, медицина лечит скорее вторичные инфекции и, оказывается, симптоматическое лечение. Как бы там выкарабкается человек или нет, как бы это зависит уже от формы вируса и так далее. Плюс, опять же, вот недавно вышла статья по поводу супербактерий в стационарах. Многие, кто вот лежит в стационаре, они могут выздороветь, там, вылечиться от коронавируса, но при этом умереть от супербактерий, которые распространены в больнице. Потому что у них резистентность к антибиотикам. И вот люди, получается, по горькой иронии судьбы, вылечатся от более страшного вируса, но умирают от бактерий, вот, которым пока нет лекарств. Вот. А так, пока прототипы вакцин еще, так сказать, сырые, я не знаю, должно пройти много времени, достаточно много времени, чтобы вакцины, которые вот сейчас, и спутник ВИН российский, и от Астрозенеки, и от Модерны, и от Файзера, как бы они все, как бы, должны, ну, показать себя, несмотря на заявленные 90% эффективности, там, или больше, сколько, как бы, это нужно смотреть. И, в общем, в данном случае, не могу сказать, что медицина еще научилась, но просто время покажет. Плюс у нас еще впереди третья волна коронавируса, которая выждается в марте. Поэтому, в общем, будем посмотреть. Булат, а скажите, как сильно ваша жизнь изменилась, и жизнь всего мира, как вы считаете, с этой эпидемией? Ну, так, конкретно моя жизнь как изменилась, где-то вот в середине марта, ближе к концу марта, нас перевели на удаленную работу. В общем-то, в итоге, ну, как, да, все были переданы на удаленная работа, но при этом у нас был график посещения рабочего места. То есть, выходит один человек, так сказать, из, так сказать, из всего отдела. По одному выходим. Вот, это продолжалось, это несколько месяцев. Затем, вот, в июле, когда ограничения уже сняли, в Москве, по крайней мере, мы уже все смогли, так сказать, выходить нормально. Что изменилось? Я думаю, что люди чаще, по крайней мере, гораздо больше начали внимать, уделять внимание гигиене. Я, например, когда езжу в метро, я при посадке, да, при заходе на станцию, выходе из станции, я сразу подошу руки к санитайзеру. Это уже, так сказать, почти железное правило стало. Сейчас санитайзеры везде в метро, да? Санитайзеры везде в метро. Они, да, и на МЦК, и в метро, и на МЦД. В общем, да. И опять же, многие люди носят маски, и это правильно. Я считаю, здесь, как мне кажется, здесь не нужно вставать в позу и говорить, что нас нас насыпили на мордники, и наши права ограничивают. А в данном случае эти меры действительно оправданы. Просто вот, опять же, возвращаясь к ситуации в России, тогда, когда была первая волна, просто было непонятно, что делать, поэтому был такой почти внезапный карантин. Как это, в общем, ездили машины по вечерам, и там из динамиков доносилось, что объявлен комендантский час, что оказалось неправдой. Это было в Московской области. Потом были объявлены каникулы, так сказать, ну, вернее, ну, неоплачиваемые выходные, по сути. Вот. значит, два раза их продлевали, где-то, по-моему, на месяц, или даже, да, где-то так, месяц. Да, но это мы все помним, да. Это, да, это было. Значит, но сейчас, то есть, когда пришла вторая волна, по крайней мере, сейчас таких жестких ограничений нет. сейчас, мне кажется, надеются все на осознательность, вот, сказать, осознательность людей, что они сами будут носить маски, сами будут, по крайней мере, стараться соблюдать дистанцию между, между людьми, вот. где-то по-прежнему, если говорить о остальной мир, например, в Турции, Германии, по-прежнему жесткий локдаун, там, вообще жесткий карантин. Ну, я не знаю, выросло, опять же, выросло влияние онлайн-заказов, онлайн-магазинов, доставки, в общем-то, и, ну, это, так сказать, если брать, так сказать, обиход. Вот. Ну, и выросла, естественно, вырос авторитет врачей в обществе. В общем-то. Да, они, врачи, действительно, молодцы и герои. Спасибо вам большое, Гула. Я желаю вам не заболеть в этой опасной для вас ситуации. Вот. Ну, вот что делать, если больные, действительно, живут с нами рядом и никуда не разъехаться и некуда отделиться. Вот. И чтобы все в легкой форме прошло, у кого это все идет и чтобы все были живы, здоровы и чтобы все кончилось хорошо. Ну, так, в общем, когда вот мой брат заболел, просто, по крайней мере, я старался просто к нему не подходить так близко. Вот и все. Я прошу прощения у меня. Ой, хорошо. Все, спасибо. Ладно, хорошо, Всего доброго. Всего доброго. До свидания.